Это новости нашего города с обзором основных событий недели. Здравствуйте! Подведены предварительные итоги праймерис Единой России, проведенных в Ноябрьске. Напомню, 13 сентября на Ямале пройдут выборы в окружной парламент и органы местного самоуправления. Конференция местного отделения партии Единая Россия стартовала с приятного. По поручению председателя полицовета местного отделения Единой России Сергея Белкея были награждены самые активные члены партии. Далее огласили предварительные результаты народного голосования в Ноябрьске. В процедуре праймериса в нашем городе приняли участие около 8 тысяч человек. Праймерис проходили на двух площадках 15 и 19 мая. Список лидеров народного голосования опубликован на нашем сайте n24.ru. Парламентарии Ямала на очередном заседании законодательного собрания подкорректировали бюджет текущего года. В силах сложившихся в стране обстоятельств в 2015 году прогнозируется значительное снижение налоговых поступлений. Так, по состоянию на 1 апреля исполнение консолидированного бюджета округа по доходам составило 26,5 млрд. рублей. Это 21% от годового плана и на 8 млрд. ниже поступлений за аналогичный период прошлого года. При этом поступления налога на прибыль по сравнению с показателями 2014 года также сократились аж на 74%. В такой ситуации остается только экономить. Принятые поправки, в частности, устанавливают, что в 2015-м не будет индексации окладов месячного денежного содержания по должностям государственной гражданской службы в округе. В результате уже проведенной оптимизации расходы сократились на 5 млрд. рублей. В том числе на 15% урезаны расходы на содержание госорганов. Более полугода на одном из предприятий «Ноябрьска» речь идет о производстве на строительном комплексе, не выплачивают заработную плату. Долг предработниками превысил 8 млн. рублей. Организация на стадии банкротства, но ее сотрудники до сих пор не верят в окончательный крах и не хотят расторгать трудовые отношения. Почему? Ответ в следующем материале. Все? Света нет? Нет света, воды и отопления. Отключены за долги. Не работают станки и люди. А когда-то в этих цехах выпускалось около сотни наименований железнобетонных изделий. Единственное в своем роде предприятие «Ноябрьска» сегодня почти банкрот. Где-то год назад начались перебои, задержки и так далее. Частично выплачивалась зарплата. А с нового года, или когда? С августа прошлого года, уже не стали людям платить вообще. Люди уже 7-8 месяцев ждут. Ждут и надеются. Другие бы ушли, эти ждут. Работники производственно-строительного комплекса до сих пор не верят в конец. Сейчас сотрудников волнует вопрос. Почему столь востребованное в регионе предприятие, функционирующее с 93-го года, оказалось в состоянии кризиса? В целом, за то, что год, мы если срабатывали каждый год, то у нас был оборот где-то 120 миллионов. В прошлом году выпало, получается, около 45 миллионов. За год прошло 75. То есть предприятие не доработало, не получило. В связи с тем, что кто у нас раньше покупал продукцию, у них изменилась экономическая ситуация, они перестали заказывать. Застой на строительном рынке, долги клиентов и банковские кредиты, в которые пришлось влезть, чтобы попытаться спасти предприятие. По словам генерального директора Саида Мучаева, именно это и привело компанию к экономическому кризису. Искали возможные потенциальные покупатели на это предприятие, инвесторы, чтобы пришли, заказы. У нас это предприятие, здание, территорию, мы арендуем. И арендатор просто расторгает с нами договор, а деваться мне некуда. У меня нет возможности оплатить ему, не оплатив им. Чтобы выплатить зарплату сотрудникам, судебные приставы пытаются взыскать с организации заказчиков дебиторскую задолженность перед производственно-строительным комплексом. Все счета и имущества самого предприятия арестованы. У нас есть краны, вот они. В этом цеху два крана, в том цеху один кран, один кран на улице и так далее. Я к чему это все говорю? Если сейчас начнут банкротить этот завод, вот эти краны начнут спиливать и срезать. Продать их по своей цене мы не можем, потому что они нигде больше не нужны. Они пойдут как металл. Максимум, который мы можем выручить за этот весь металл – 2-3 миллиона. Продажа имущества вряд ли решит все финансовые проблемы. Только перед работниками долг предприятия сейчас составляет более 8 миллионов рублей. И это не считая кредиторских задолженностей. Крановщица Валентине Водотурской 45 лет, 8 из которых она трудится на производственно-строительном комплексе. Женщина-мать-одиночка. И деньги в семью сейчас приносит старший сын. Попытки найти новую работу Валентина делает уже несколько месяцев. Пока все безрезультатно. По ее словам, возраст – основная причина отказа. За все должна. Кредит должна. Коммунальные услуги тоже не оплачивают, потому что нечем платить. На 18 тысяч прожиточный минимум у нас 11 тысяч, да, или 12 на человека. Мы живем втроем на 18. Но я уже согласна говорю, даже тем же уборщикам, дворникам, без разницы. Да ну нет работы по городу, нет работы вообще. Проблема найти работу. И Валентина не единичный случай. Те, кто все-таки смог найти работу, уже давно ушли. Из 72 человек, официально трудившихся на предприятии, остались около 50. Большинство из них предпенсионного возраста. И обращаться в суд эти люди не торопятся. Видимо, в надежде на чудо. Несмотря на финансовые трудности, как в стране, так и в регионе, от реализации социально значимых программ правительство не отказывается. Так, в Ноябрьске более сотни ветхих домов расселены уже практически полностью. По мере высвобождения и наличия возможностей, все они будут демонтированы. А пока, чтобы не допустить беды, в том числе возгораний в пустующих строениях, представители ЖКХ ТЭС, Департамента по имуществу и пожарные совместно отправляются в рейды. Зачастую специалисты сталкиваются с сюрпризами. Проверяющие в этот раз посетили два дома. Оба признаны аварийными. В первом случае на изыскателе 15А осталось переселить всего одну семью. Этот вопрос сейчас решается. По словам участкового, нередко в практически пустое здание пробираются неизвестные люди. Выносят оставшееся имущество. Остаются на ночлег и лица без определенного места жительства. Второй дом космонавтов 33 готовится к сносу. Оставшиеся здесь семьи переедут в новостройки со дня на день. И сразу после этого в доме отключат тепло и электричество. Но помимо тех, кто пакует вещи, обитают тут и жильцы незаконные. В одной из квартир живет семья из семи человек, родом из Киргизии. По их словам, квартиру сдает некая женщина, контактов которой, как оказалось, нет. Здесь же, за соседней дверью, участникам рейда удалось застать мужчину. Он рассказал, что работает рядом на стройке, а проживает тут у друга, владельца жилплощади. В третьей квартире его все сначала не открывали, затем жилец быстро вышел из дома и уехал на машине. Не допустить возникновения огня в лесном массиве гораздо сложнее, чем предупредить его в городе. С 1 мая на Ямале стартовал пожароопасный сезон. Пока на территории ноябрьского лесничества не было ни одного возгорания, спасибо погодным условиям. За весь прошлый год зарегистрировано 30 лесных пожаров, годом раньше – 73. Самым жарким стал сезон 2012-го – около 200 возгораний. На ликвидации огня работа не заканчивается, что нужно сделать для того, чтобы растительность на выгоревших участках появилась вновь. Об этом спросим начальника отдела ноябрьского лесничества Евгения Сизова. Сегодня он у нас в студии. Евгений Богданович, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какая работа проводится на выгоревших участках для того, чтобы потом там все-таки появилась растительность? Тут все зависит от интенсивности пожара. Она слабая, средняя и высокая. Естественно, когда высокая интенсивность, то глубина прогорания глубже. То есть выгорает полностью весь напочвенный слой, включая корни деревьев и так далее. То есть насаждение полностью, буквально за год, оно умирает. Наша задача в этом случае – как можно эффективнее использовать эти насаждения. То есть отдать в рубку, допустим, провести соответственное обследование насаждения. Но опять же, по потребности. Если лес никому не нужен, то мы ничего не можем с этим сделать. То есть не сгоревшие так и стоят? Так он и стоит, так он и потом вываливается. Возобновляется где-то примерно, в среднем, где-то через 5 лет полностью погибшего насаждения. Уже тогда начинает появляться поросль, возобновляется трава. То есть у нас специально никто не занимается тем, чтобы как-то ускорить процесс возобновления растительности на этих местах? И у нас по государственному заданию есть комплекс мероприятий, который направлен на возобновление лесов после пожара. Первое, значит, это непосредственно обследование площадей, прошедших после лесных пожаров, с целью назначения каких-либо там мероприятий санитарно-здоровительных, скажем, будь то рубка или очистка от захламления. Вот второй комплекс, это содействие естественному возобновлению. То есть проводятся работы по обнажению минерального слоя почв, да? Ну, сдирается корка напочвенная, да, чтобы обнажить минеральный слой, чтобы семена, ну, тоже сосны, допустим, упали и имели возможность прорасти. Евгений Богданович, желаю вам спокойного сезона и спасибо, что пришли к нам в студию. А я напомню, это был начальник отдела ноябрьское лесничество Евгений Сизов. А сейчас прервемся на короткую рекламу, после которой продолжим.